привет друзья сегодня в программе нежнейший вкуснейший шоколадный чизкейк те кто подписаны на меня в телеграме уже получили список продуктов а многие уверен за ними уже успели сбегать поэтому сейчас смотрим видео и сразу на кухню все как всегда совсем не сложно поехали первым делом как всегда раскочегариваем духовку чтобы когда настанет нужный момент она была уже полностью готова и также необходимо заранее подготовить форму ее нужно смазать сливочным маслом и дно и бортики ну и в данном случае лучше использовать какую-нибудь разъемную форму чтобы чизкейк было проще из нее извлекать форма у меня достаточно высокой если у вас такой нет берите пониже но диаметром побольше или просто сократить количество ингредиентов чтобы чизкейк из формы не выводили и дно я дополнительно застилаю бумагой для выпечки так вот хорошенько к маслу ее приклеиваем и пока форму отставляем в сторону теперь корж нам необходимо сделать корж и я не буду заморачиваться специальным приготовлением теста для него я просто возьму печенье и сделаю корж из печенья идеально для этого чизкейка подойдут печеньки oreo я просто удалил из них серединку и оставил вот эти вот шоколадные коржики серединки от печенья ни в коем случае не выкидываем отдаем тому кто в этом печенье возможно больше всего как раз серединки и любит в любом случае я уверен рядом обязательно найдутся какие-нибудь едоки особенно мелкие если не любите oreo возьмите другое песочное печенье можно взять даже не шоколадное и в процессе замешивания просто добавить туда какао и так отправляют печенюги в пакет беру скалку и все это бомблю в мельчайшую крошку если нет пакета можно сделать это завернув печенье бумагу для выпечки например сделав такой конверт из бумаги для выпечки тщательно тщательно крошка должна быть прям совсем мелкой мелкой можно то же самое сделать в блендере например блендер потом лишний раз отмывать не хочу а пакет просто выкину теперь берем какую-нибудь чашу для смешивания и высыпаем раздолбленное печенье туда так как крошка у нас сухая ее нужно склеить чтобы она в результате в корж соединилась для этого нам понадобится растопленное масло его можно растопить на водяной бане или в микроволновке в микроволновке лучше это делать этапами секунд по 15 хорошо постоянно перемешивая для того чтобы масло не перегрелось вот такое в результате должно получиться абсолютно растопленное жидкое сливочное масло выливаем его в печенье и все это хорошо перемешиваем угольная масса получается склеивается вместе собирается значит корж растется чтобы корж получился еще ароматнее я добавлю туда немного апельсиновой цедры вот прям на мелкой терке трем только самую верхнюю оранжевую часть мне кажется что более удачного союза чем апельсин и шоколад пока не придумали ну разве что мята и шоколад тоже но апельсин мне кажется это вообще бомба теперь также все хорошо перемешиваем равномерно цедру распределяем выкладываем форму пальцами распределяем по дну равномерно по всей площади заодно утрамбовывая как следует будущий корж если не уверены в антипригарных свойствах своей формы или в том что легко сможете достать чизкейк из нее тогда проложите печеньем и бортики так это будет сделать гораздо проще но тогда конечно чизкейка понадобится больше у печенья понадобится больше духовку уже разогретую на 10 минут корж должен слегка подпечься прежде чем мы будем выкладывать на него сырную массу приготовлением которой мы займемся сразу как только корж приготовиться корж немного подпекся при этом если его потрогать он стал достаточно мягкий теперь ему нужно дать остыть как следует хорошо остыть полностью а пока приготовим сырную массу собственно сам чизкейк после того как корж достали из духовки обязательно сразу убавьте там температуру до 165 градусов именно на такой мы и будем выпекать чизкейк сразу подготовим ингредиенты которые отправятся в чашу для смешивания нам необходим сливочный сыр он должен быть комнатной температуры то есть нужно достать его из холодильника заранее туда же сметану опять же сметана должна быть обязательно комнатной температуры также заранее из холодильника нужно достать и яйца но сразу в чашу добавлять их не будем их время настанет потом сахарную пудру и какао предварительно смешиваем вместе туда же добавляем щепотку молотого кардамона кардамон можно легко заменить молотым имбирем и вообще тут можно экспериментировать и время от времени добавлять разные пряности так или иначе сочетающиеся с шоколадом так вы будете получать постоянно какие-то новые оттенки во вкусе смешиваем вместе с помощью венчика прежде всего для того чтобы разбить все комочки чтобы в результате сухой смеси было проще интегрироваться сыр и вот все хорошо смешав отправляем к сыру туда же по желанию можно добавить немного апельсинового сока и конечно ну куда я без него мой любимый ванильный экстракт эти ингредиенты у нас готовы для смешивания но смешивать начнем их чуть позже просто как я уже сказал чтобы потом не терять время на подготовку теперь нам необходимо растопить шоколад шоколад обязательно берите хороший вкусный который любите с невкусным шоколадом получится и чизкейк соответственный невкусный шоколад я ломаю сразу на мелкие кусочки чтобы проще было растопить я беру шоколад содержанием какао не менее 70 процентов можете брать молочный шоколаду но тогда скорректируйте количество сахара чтобы чизкейк не получился слишком сладким иначе поп отстреливается можно брать шоколад с какими-то вкусовыми добавками с тем же апельсином с мятой или с перцем чили в зависимости от того какой шоколад добавите такой оттенок во вкусе в результате получите само собой так шоколад я поломал на мелкие кусочки и теперь необходимо растопить его можно сделать это в микроволновке или на водяной бане я буду растапливать на водяной бане вода ни в коем случае не должна сильно кипеть ставим туда шоколад и ждем когда он немного подтопится пока не мешаем и только потом уже подключаем лопатку если будете топить в микроволновке делайте это такими небольшими отрезками где-то по 15-20 секунд каждый раз перемешивая и с каждым разом этот отрезок сокращая чтобы опять же шоколад не перегрелся как только все растопилось снимаем с огня и теперь шоколаду нужно дать остыть до комнатной температуры а тем временем как раз подготовим сырную массу с помощью миксера начинаем все мешать на небольшой скорости чтобы интегрировать сухие ингредиенты чтобы они вокруг по всей кухне не разлетелись и затем скорость постепенно прибавляем в результате должна получиться такая абсолютно однородная шоколадно-сырная масса убавляем скорость миксера и по одному добавляем яйца дожидаемся когда полностью вмешается одно и тогда добавляем следующее готово такая получается однородная нежная масса сейчас мы сделаем ее более шоколадной то есть добавим растопленный шоколад который к этому моменту должен уже дойти до комнатной температуры он не должен быть горячим вообще и шоколад и все что в чашу должно быть примерно одинаковой температуры чтобы все хорошо смешалось именно поэтому и яйца и сыр нужно достать из холодильника заранее чтобы они не были холодными вводим шоколад в чашу и хорошо тщательно вмешиваем вот такая получается красота хорошо все вмешиваем чтобы смесь получилось абсолютно однородной однородного цвета красивого нежного шоколадного цвета и теперь остается эту смесь шоколадно-сырную смесь выложить форму на уже подостывший как следует корж масса получается достаточно густая поэтому помогаем ей распределяться такими движениями чтобы поверхность получилась максимально гладкой и ровной теперь форму отправляем в духовку которая все также разогрета единственное дополнительно в ровно под решеткой с чизкейком я разместил противень на который налил кипятка для того чтобы создать в духовке влажную атмосферу чтобы чизкейку там было комфортнее так как от пересыхания на нем образуются трещинки и в результате чизкейк может лопнуть выпекаться чизкейк будет где-то 55-60 минут он должен схватиться сверху с боков а серединка при этом должна остаться такой слегка подрагивающей она дозастынет при остывании ни в коем случае не пересушивайте чизкейк он в результате должен остаться кремовым внутри иначе если пересушите просто получите плотную творожную запеканку шоколадную сразу чизкейк из духовки не достаем просто ее отключаем открываем дверцу и пусть чизкейк постоит там буквально минут десять максимум 15 и только потом уже достаем и даем чизкейку в форме полностью остыть при комнатной температуре если вдруг когда уже достали видите что на чизкейке активно начали образовываться трещинки это значит сама форма продолжает деформировать чизкейк просто пройдитесь острым ножом или небольшой лопаткой отделив чизкейк от краев формы так он будет жить своей жизнью а форма останется со своей сухость духовки это не единственное что может повлиять на то что чизкейк деформируется треснет лопнет есть еще несколько правил которые следует соблюдать чтобы в получить идеальный чизкейк про влажность я уже сказал второе время выпекания следите внимательно чизкейк ни в коем случае не должен пересушиться иначе от этого он тоже может потрескаться и лопнуть в общем смотрите как только увидите что начали появляться мелкие мелкие трещинки значит все пора прекращать готовя смесь лучше сильно ничего не взбивать чизкейк это не суфле он не должен на в духовке сильно подниматься по большому счету каким поставили чизкейк туда таким его оттуда и достали также следует избегать резкого контраста температур именно поэтому мы сразу не достаем чизкейк из духовки именно поэтому сразу не отправляем его куда-нибудь на холод все должно происходить постепенно и тогда чизкейк останется красивым и идеальным снаружи ну и не трясите сильно чизкейк стараясь проверить насколько схватилась серединка так как излишнее вот эти подрагивания они также способствуют образованию трещин в результате но даже если какие-то трещинки появились и даже если чизкейк в результате лопнул не страшно сверху все равно чизкейк будет украшаться и вот этих вот дефектов вот этих вот мелких недостатков видно никому не будет главное чтобы внутри чизкейк остался не пересушенным и тогда все будут довольны когда чизкейк остынет при комнатной температуре сразу его не достаем а прям форме отправляем в холодильник где он должен провести минимум 6 часов лучше отправить туда прям на ночь чизкейк должен схватиться под застыть как следует охладиться и только тогда он обретет правильную консистенцию внутри после этого снимаем форму аккуратно переносим чизкейк на блюдо или тарелку и можно приступать к украшению украшать чизкейк можно по-разному можно просто присыпать сахарной пудрой или какао можно полить растопленным шоколадом или так художественно его разбрызгать можно покрыть шоколадным ганаш я покрыл края своего чизкейка опять же шоколадной крошкой от печенья сверху же у меня будет очень простое и уютное украшение шапка из сливочного крема шантильи взбиваем холодные очень холодные жирные сливки с небольшим количеством сахарной пудры и ванильным экстрактом или пастой все это взбиваем до состояния густого стойкого крема и готово покрываем такой красивой ванильно-сливочной шапкой чизкейк а сверху набрасываем свежие ягоды идеально на мой взгляд подойдет малина и голубика но в результате можете использовать все что угодно это могут быть не только ягоды ну и фрукты в общем экспериментируйте как это вкусно чизкейк получается нежнейшим он прям тает во рту это фактически шоколадный мусс только чизкейк и вот эти вот апельсиновые нотки в тонком хрустящем корже и вот этот вот баланс крема шантильи сверху свежие ягоды это прям все идеально срочно нужно делать подробный рецепт вас ждет в блоге и в телеграме в последнем вас в последнее время как всегда ждет рецепт с удобными пошаговыми видео кстати в телеграме нас уже собралось почти 4000 чуть-чуть осталось добить и сразу устроим прямую трансляцию с ответами на вопросы в общем если вы еще не там срочно пройдите куда следует и подпишитесь ссылочки найдете также в описании под видео там же список ингредиентов там же под видео жду ваши лайки если видео вам понравилось и хочется чтобы быстрее появилась следующая пишите комментарии постите то что приготовили по моим рецептам в инстаграме в общем все как всегда скоро увидимся снова на моей кухне с вами был саша cooking time пока пока серединке от ура думаю что этим все сказано чё сказано можно ничего не делать чё ты смирешься следующая песня ой следующая песня мамочка мама прости дорогая что дочку воровку на свет родила а вора выходила вора любила он воровал воровала я